Наконец до меня добралось интересное электронное устройство, которое с радостью представляю на обзор. Судя по описанию продавца, преобразователь весьма универсален и способен делать из 4,35 в напряжении 1,25,25 в при максимальном токе до 3, а с регулируемым токоограничением 0,3, ах, казалось бы, вот оно счастье, да не тут-то было. Прислали преобразователь в простом пакетике. Монтаж аккуратный, флюс почти отмыт, поверхность немного грязная. Заявлено, цитирую. Input voltage, 4,35,5. Output voltage, continuously adjustable, 1,25,25,5 in load adjust, output current, 3 amx, if more than 15w, please install the heat sink, 200 range, 0,2A, adjustable, revolving light current, 200 value звездочка, 1% минус 100%, default is 0,1 times. Minimum voltage difference, 2,5. Output power, natural cooling 15w. Conversion efficiency, 80%, the higher the output voltage, the higher the efficiency. Operating temperature, industrial, минус 40 degree, 2 плюс 85 degree, ambient temperature more than 40 degree, lower power use, or at heat sink, full load temperature rise, 45 degree. Indicator, 200 indicator is red, charging indicator is red, charging completed, the indicator is blue. Output short circuit protection, yes, constant current. Connect method, can solder on the PKB with wire directly. Input in plus input positive is in input negative. Output out plus output is positive, out, output negative. Module size, 50 на 37 x 13 мм. Подключение только пайкой. Под греющимися микросхемами сделано множество переходов для улучшения теплоотвода на обратную сторону платы, это заметно улучшает переход тепла на обратную сторону и позволяет использовать там охлаждающий радиатор. Устройство представляет собой два независимых последовательно включенных преобразователя напряжения. Один ступень преобразования на базе LM2577 ESADGE входное напряжение 4,27V повышается до 27V, если на входе напряжение превысит 27V, напряжение проходит на две ступень без преобразования вплоть до максимальных 35V. Два ступень преобразования на базе LM2596 ESADGE, напряжение 27V понижается до требуемого. Тут же происходит регулируемое ограничение выходного тока. Такой принцип прост в реализации, но за счет двойного преобразования, устройство будет иметь заведомо низкий КПД. По умолчанию, преобразователь был настроен на 4,2 в 1, а явно для зарядки Li-IEN аккумуляторов. Резистор СВ-1 задает выходное напряжение 1,25,25. Резистор СВ-2 задает порог индикации светодиода процесса зарядки. Резистор СВ-3 задает ограничение выходного тока 0,02,2,9. Уставка тока очень сильно зависит от температуры платы. В этом нет ничего удивительного, учитывая конструкцию шумта в виде печатной дорожки. Например, при начальной уставке тока 1,50, а после хорошего прогрева платы остается всего 1,35, а первичную проверку проводил при входных напряжениях 5 и 12,5. Заявленные 15 ВТ без охлаждения не выдает, мгновенно перегревается. Мало того, перегревается даже на мощности 10 ВТ. При входном напряжении 12,5 без перегрева преобразователь может выдать всего 5,51 и 5 ВТ КПД равно 58 Т равно 73 градуса Цельсия, и 12,50, 5,6 ВТ КПД равно 67 Т равно 71 градус Цельсия, что очень грустно. При входном напряжении 5, в ситуации еще хуже 5,50, 8 А4 ВТ КПД равно 49 Т равно 79 градусов Цельсия и 12,50, 4 А4 ВТ КПД равно 54 Т равно 80 градусов Цельсия. Во всех случаях, перегревался повышающий преобразователь. С такими характеристиками устройство является практически бесполезным и тестирование как есть было прекращено. Чтобы устройство не выкидывать, пришлось его хоть как-то доделать на отдачу заявленных 15 ВТ. Реальная схема преобразователя. Измеренная частота работы повышающего преобразователя около 50 копеек ГЦ. Измеренная частота работы понижающего преобразователя нестабильна и изменяется в зависимости от нагрузки от 40 копеек ГЦ до 160 копеек ГЦ вместо заявленных стабильных 150 копеек ГЦ. Такая работа характерна для китайских LM2596. Явные ошибки производителя. 1. Слишком малая величина индуктивности и габарита дросселя 52-33 МКК-2-5А. Он входит в насыщение и перегревается даже при небольшой нагрузке. LM2577 ESAT же реально работает на частоте 50 копеек ГЦ. По расчету ее дроссель должен иметь индуктивность не менее 120 МКК-3А и размер гораздо больше. 2. Перегрузка сглаживающего конденсатора 1 ступени 100 МКФ-35, его ЭРС-H 0,6 Ом. Он должен быть не менее 220 МКФ-35-5 низким ЭРС. 3. Перегрузка диода 503 СС-34. Для выходного тока 3А он должен быть на ток не менее 4 Ох. 4. Зеленый светодиод окончания зарядки работает некорректно, подсвечивается в любом режиме работы. Это связано с ошибочной установкой зеленого светодиода вместо синего с большим падением напряжения. 5. При установке выходного напряжения менее 1,8, так и ограничение нормально не работает и в случае КЗ очень быстро перегружается по току и выходит из строя диод 503. 6. Какая-то левая микросхема LM2596. Не буду долго утомлять вас своими длительными экспериментами с подбором элементов, покажу только что сделал и что вышло в итоге. 1. Дроссель повышающей ступени намотал на Т-90, 26-42 витка проводом 0,9 мм, получил 120 МКК-4А, дроссель оказался с запасом, хватило бы Т-80. 26-2. Накопительный конденсатор повышающей ступени заменил на 470 МКФ-35, также с запасом. 3. Выходное напряжение повышающей ступени уменьшил до 23 В для снижения нагрузки на дроссель понижающей ступени при выходном напряжении 12-15, для этого просто добавил резистор 47 КОМ параллельно резистору R7-10 КОМ. При этом максимальное выходное напряжение естественно уменьшилось до 22 В, но мне больше и не надо. 4. Заменил диод с обозначением R5 на диодную сборку, два последовательных диода, чтобы он постоянно не подсвечивался. Как альтернатива, можно заменить зеленый светодиод синим. 5. Добавил резистор 200 Ом последовательно с подстроечником уставки выходного напряжения, чтобы им нельзя было настроить выходное напряжение менее 1,8. Поставить резистор в СНД-корпусе оказалось невозможно, поэтому запаял обычный выводной резистор, а дорожку просто порезал. 6. Установил компенсационный конденсатор 4F7NF в цепи ОС по напряжению, это улучшило стабильность работы понижающего преобразователя. Подходит емкость 1,4-7NF. 7. Приклеил на теплопроводный скотч радиатор от старого процессора для более эффективного охлаждения силовых элементов. Радиатор также немного уменьшил снижение тока уставки с прогревом платы. Схема после переделки. Проверка при входном напряжении 12,5F. При выходном напряжении до 7F, максимальный выходной ток не должен превышать 2,5F, чтобы не спалить диод и дроссель 2 ступени. При напряжении более 7F, выходной ток ограничен тепловой мощностью рассеяния платы, около 8F с радиатором. Максимальная выходная мощность реально увеличилась в разы, до 30ВТ. Сам не ожидал такого результата, проверка при входном напряжении 5. Результат гораздо скромнее, но всяко лучше, чем был до переделки. Во время проверки, ни один элемент не нагрелся свыше 80 градусов Цельсия, что допустимо для длительной работы. Ради интереса покажу странную работу понижающего преобразователя, на диоде 503, при различных выходных напряжениях. При этом повышающий преобразователь работает стабильно и предсказуемо. Максимальная амплитуда пульсации на выходе при максимальном выходном токе 2,5-200 метров. Вывод. Данный преобразователь не рекомендую к приобретению. Слишком много надо переделывать для его более-менее нормальной работы. Связываться с китайскими LM2596 больше не стану. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.